Азура Азура Она богиня рассвета и заката Азура прозревает сумерки грядущего и ведет нас сквозь них Святилище построили Данмеры, мои сородичи Мы бежали из Моровинда почти 200 лет назад, после извержения Варденфела Тем из нас, кто был верен Азуре, она даровала видение, которое позволило нам вовремя покинуть остров Это святилище было возведено в благодарность ей, чтобы никто не забывал, что она бережет нас Да, поначалу были и другие, но видение Азура испытывали веру на прочность Один за другим они все ушли Они слишком страшились узнать собственное будущее Но я не хочу покидать святилище Видение это дар Азура предупреждает меня о катастрофах, войнах, гибели, прежде чем они происходят Я не откажусь от ее зрения Да убережет тебя магия Азуры Маги живут в коллегии Расспроси их, если тебя туда пустят Кстати, на Лосару что-то может быть известно В коллегии он состоял давно, а теперь снимает комнату здесь Между мной и Дагуром полное взаимопонимание Он обеспечивает мне уединение А я стараюсь, чтобы его таверна не взлетела на воздух из-за неудачного эксперимента Кто тебя послал? Коллеги? Ярл? Мы же договорились, что вопросов больше не будет Ты служишь до Эдра? Ну-ну, смешно Что дальше расскажешь? Историю про Арганианскую Деву и похотливого Барона? Они его не обижают Как я понимаю, его обижает их присутствие Пару монеток за мою душу Ты хоть понимаешь, насколько это смешно? Что тебе известно о Камнях Душ? Да, только Камень всегда поглощается Они хрупкие Все, кроме одного Звезда Азуры Деидрический артефакт Способный пропустить сквозь себя сколь угодно много душ Некоторые из нас захотели понять, как такое возможно Я тогда работал под началом Мейлена Варена Если бы только мы знали в ту пору, что он на самом деле задумал Пробую уберечь моего единственного брата Мейлен хотел изменить звезду Он умирал От недуга Он думал, что сможет поместить свою душу вовнутрь Стать бессмертным Это свело его с ума Ученики начали умирать В конце концов, коллегия исключила его из своих рядов Он забрал нескольких верных последователей И скрылся с ними в глубинах Иленалты Послушай, мне нет дела до того, кто поручил тебе найти звезду Но не возвращай ее Азуре Даэдра это зло Это они свели Мейлена с ума Я уже говорил, что звезда это камень душ, который можно использовать повторно У этого артефакта есть еще одна особенность В звезду можно помещать лишь белые души, принадлежащие низшим созданиям Магия Азуры не позволяет черным душам проникнуть внутрь У Мейлена, как у любого смертного, черная душа И потому одной из целей его работы было обойти законы Азуры Он был уже на грани В общем, я тебе уже рассказывал Азура не просто Даэдра Она повелевает целым царством в Обливиане Чем больше Мейлен трудился над звездой Тем сильнее Азура на него влияла Все началось незаметно Мейлен стал видеть то, чего никто больше не видел Потом принялся кричать на учеников за какие-то слова, которых те и не говорили Как-то раз я зашел к нему И увидел, что Мейлен убил ученицу И в приливе кошмарного вдохновения Использовал ее душу для своей работы Коллегия бы с тобой согласилась Но ты представляешь, сколько невинных жизней было загублено? Только чтобы Азура смогла отомстить Для Даэдра мы ничто Пешки, которые можно двигать, хвалить и наказывать как угодно Нет, боги, давно уже нет Я уехал из Винтерхолда на несколько лет А когда вернулся, то поселился в таверне Я все еще занимаюсь наукой А проживание в Винтерхолде позволяет мне поддерживать контакт с бывшими коллегами Азура, Матерь Рос, богиня Сумерек Рассвета Твой избранный защитник вернул тебе твою звезду Она желает говорить с тобой лично Прошу, положи руки на алтарь и услышишь ее голос Приветствую, смертное создание Я провела тебя сквозь завесу Сумерек И благодаря тебе моя звезда была спасена от миленого ряда Но его душа по-прежнему таится внутри защищенное задвинание Пока мой артефакт не пройдет очищение, он для тебя бесполезен Со временем звезда вернется в мое царство в обливье Но я сомневаюсь, что ты согласишься сдать эту сотню лет Нет, остается только один выход Я пошлю тебя внутрь звезды И ты изгонишь оттуда душу Мейли Скажи, когда приготовишься к переносу, смертное создание Не теряй веру, смертное создание Я буду беречь тебя О, мои ученики прислали мне свежую душу Отлично Я как раз проголодался Подожди С тобой что-то не так Да как ты смеешь бросать мне вызов Сама смерть покорилась мне Я плевал в глаза властителям Даэдра Теперь это мое царство Я слишком многим пожертвовал, чтобы кому-то его отдать Не стой Я свободна Она может очищить себя Не беспокойся смерти Я верну тебя до того, как ты очистишься Моя звезда восстановлена, а душа Мейли навеки отправлена в Аллибиум Я довольна тобою, смертное создание И, как и было предначертано, ты можешь использовать мою звезду, как пожелаешь Прощай, смертное создание И знай, что Азура хранит пути твоей судьбы в сумерках Во время твоего пребывания в звезде мне было видение Последнее, как она сказала Никогда с тех пор, как мы бежали из Моровинда Я не оставалась без ее провидения Не знаю, как мне быть дальше Если нужно, я с радостью буду сопровождать тебя, Хранитель Звезды Это даст мне цель в жизни Да хранят тебя сумерки, Хранитель Похоже, с тобой уже кто-то есть Я могу помочь Мы прогневали Малаката И за это мы наказаны Он проведет нас через эти темные времена Наше племя пока обходилось без твой Мы подстрелились Мы вывести Ямару Осторожней Он проведет нас через эти темные времена Наше племя пока обходилось Прости, грубые слова, Угор Она просто делает то, что ей приказали Прошу Наше племя страдает И нам нужна помощь Наш вождь Ямарс был когда-то сильным и гордым воином Теперь он проклят Он слаб И все наше племя слабо Великаны это чувствуют и нападают на наши земли Теперь они хотят напасть на наш дом Ямарс не хочет помощи Но я чувствую, что без тебя мы не обойдемся Ямарс приказал, чтобы мы не выходили наружу Мы не можем уйти Я должна просить Малаката об избавлении Нужно снять это проклятие Но я не могу отправиться в святилище Малаката Ритуал придется провести здесь А у меня нет нужных ингредиентов Молю тебя Принеси мне жир тролля и сердце Даэдра Я не хочу зависеть от чужака Но у меня нет выбора Хорошо Пойдем же со мной Ты теперь часть этой истории Тебе нужно присутствовать при ритуале Продолжение следует... Клянусь, ослепляйся ямой. Так дальше нельзя. А теперь хочешь, чтобы я возвал к Малакату о помощи? Когда он явно оставил меня, ты испытываешь мое терпение, Атуб. Безделье не снимет проклятие с нашего племени. Мы должны попытаться. Ладно, покончим с этим. Клянусь, пепельной ямой так... Клянусь, пепельной ямой так дальше нельзя. Итак, мы начинаем ритуал. Великий Малакат, мы умоляем тебя о помощи в минуту нужды. Зачем мы с этим возимся? Жалкий трус! Что это? Малакат услышал мои мольбы. Он говорит с нами. Ты смеешь вызывать меня? Я Марс. Что? Что это? Ты не достоин называть себя Орком. Ты слаб. Ты мал. Ты ничтожен. Ты позволил великанам, великанам наводнить мой храм. Принеси мне в жертву дубинку их вождя, и, возможно, я освобожу тебя от проклятия. Да будет так. Малакат сказал я, Марс. Твой путь ясен. Хорошо. Эй, ты чужак, подойди сюда. На два слова. Это все твоя вина. Теперь мне придется драться с великаном. По твоей милости. Поэтому ты мне поможешь. Ты пойдешь со мной и будешь защищать меня по дороге к великану. Не волнуйся. Я тебе заплачу. Этот великан не единственный обитатель пещеры. До него еще попробуй доберись. Ты расчистишь мне дорогу к великану, чтобы я не тратил силы, и получишь щедрую награду. Встречаемся у пещеры Желтый Камень, и вперед. Я верну свое племя, а ты... Ты оставишь нас в покое. Покончим с этим. Недели или дольше. Кажется, прошла уже целая вечность. Я уже так давно не спал. Ну, конечно. Малакат помилует нас, как только никчемный чужак нам поможет. Я поведу, но держись поблизости. Пора заканчивать. Во имя всех предотврателя! Ладно. Пойду убью великана. Если, конечно, ты не захочешь заработать еще немного золота. Я устал. Не спал уже несколько недель. Убей великана. Принеси мне его молот. Потом вернемся в Ларгашбур, и я всем скажу, что это я его убил. Ты будешь молчать. А я тебе за это заплачу. Щедро. Хорошо. Я буду ждать здесь. Молодец. Ты отличный воин. Даже я не справился бы лучше. Но, конечно, я не могу оставить тебе жизнь. Нельзя, чтобы кто-то узнал. Ты откуда вообще? Я Маркс был глупцом. Всегда пытался сбежать от ответственности. Но тебе удалось убрать и его, и великанов. Две проблемы долой за один раз. А теперь отнеси молот Шагрола обратно в Ларгашбур и попробуй вбить в остальных немного толка. Малакат даровал эту землю оркам. И только оркам. Я Маркс был трусом и глупцом. Его предательство дорого обошлось вам всем. Так он наказан. А что будет с нами? Какой жребий ждет нас? Вам придется показать, что вы достойны. Но я дам вам шанс. Теперь старшим станет Гуларзон. Будем надеяться, что он окажется лучшим вождем. Ты положи молот на алтарь. Кроме тебя никто не оказался достойным. Убивать мы тебя не станем, чужак. Но лучше уходи поскорее. Тебе нечего делать у нас в крепости, чужак. Тебе не попадался пес на дороге? Такой красивый, сильный зверь бродит вокруг города. Я попросил стражников на воротах поискать его. Гоняться за ним мне не досуг, но мне бы пригодился такой верный, злобный зверь. Если захочешь его поймать, я тебе дам свежего мяса, чтобы приманить его. Хорошо. Если поймаешь, заработаешь немного золота. Вот тебе мясо на приманку. Поищи на дороге около города. Вот тебя-то мне и нужно. Да, ты прекрасно подойдешь. Видишь ли, меня зовут Барбас. И у меня есть одна проблема, которую ты, как мне кажется, без труда решаешь. Мы с хозяином слегка рассорились. Начали спорить однажды и несколько увлекли. Он выпинул меня прочь, пока я не найду кого-то, кто уладит наш спор. Я рассчитываю, что это будешь ты. Спасибо. С тех пор, как он меня прогнал, Вайл здорово ослабел. Он больше не может проявляться вдали от своих святили. Насколько я знаю, в пещере Хеймара у него есть поклонник. Там мы сможем с ним поговорить. Если все получится, обещаю, ты получишь награду. Только не доверяй никаким его предложениям. Ясно? Вопросы. 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 ТРЕПЫХАЛОСЬ РОВНОСТОЛЬНО Ну-ка, ну-ка, мне интересно, я тебе обязан, по крайней мере, за то, что последнее желание моих последних почитателей исполнилось? Они так страдали от вампиризма, так просили меня исцелить их, и тут приходишь ты и прекращаешь их страдания, я бы сам лучше не придумал Ну, так чего душе твоей угодно? Какой договор мы заключим? Тфу! Это несносная псина! Нет-нет, отказать! Отказать! Я так, что от него избавился, даже если это значит, что я застрял в этом жалком храме у... кого-то там на куличках Ну что ж, может быть, он и сумеет снова заслужить свое место при мне Может быть, ничего не обещаю Есть один топор, очень мощный топор, такой мощный, что я смогу хорошенько повеселиться Если принесешь его мне, я исполню твое желание Никаких подмохов, никаких сюрпризов, по крайней мере, для тебя Помнится, он лежит в морозной пещере Барба с тебя отведет Кто знает, он может даже заслужить право и вернуться ко мне Одна из шуточек Мавикуса У мага по имени Себастьян Горд была дочь, поклонявшаяся Герси Когда она превратилась в Веру Вольфа, Себастьян обезумел Он не мог видеть, как его маленькая девочка становится диким зверем Маг хотел найти способ освободить дочь от проклятия Клавикус дал ему топор Хорошо, встретимся позже Умри Победа Топор не единственное, что имеется у старины Клавикуса Отдай ему топор скорби И маска Клавикуса Вайла станет твоей Топор у тебя Да, и мой пёс тоже Великолепно Молодец Герой и его верный спутник Возвращают принцу старинный артефакт Это просто... Просто роман какой-то Ну, прямо жалко отдавать Такое чудесное оружие Правда? Думаю, ты можешь меня убедить Оставить его у тебя Но только если ты убьешь этим топором Барбаса Вот так все просто Скучно с тобой Придется мне веселиться В другом месте А взяв Псину обратно Я получу свою полную силу Целый мир меня ждет Я знал, что тебе можно доверять Да, да У собаки есть хозяин У хозяина есть колоссальный топор Все счастливы Иди сюда, шапка Не волнуйся Я позабочусь о том, чтобы он увидел свет Я доверился тебе Теперь ты доверься мне О, наверное, лучше Посиди в Заберди В пещере несколько лет И вкус абсолютной власти Станет куда злаще Жаль, что тебе пришло в голову Такое скучное желание Чтобы я забрал пса Ай, какая печальная Нехватка воображения Подобная нехватка Чистолюбия Должна быть наказана Возможно, тебя стоит Превратить в червя Или, может, пару десятков лет А, ладно Бери мою милость И довольствуйся идею В любом случае У меня будут еще сделки Поинтереснее Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...